12 пек в лагерях, 2 пеки в клановой крепости, 2 пеки в казарме и 4 пеки от клона. 20 пек на ТХ-16. Ну а в принципе чем-то еще заниматься ТХ-16, пушить лигу там и так далее, это для слабаков. Вот мы как бы, мы вот таким вот и занимаемся. Фига себе у них тут вальс. Если кто не знал, то в моменте пека может вылезти из лагеря и бегать за вот этой бабочкой. В принципе, что я сейчас и делаю. Правда, я не пеком. Здарова, друзья, с вами Тим и это новое видео по игрушечке Glash of Clans. И сегодня я по-прежнему играю на своей ТХ-16, которая фуловая, но не фуловая. Ну короче говоря, могу довести до фула, но мне просто лень, да и незачем. Потому что последняя обновка вышла не так давно, а у меня все, уже последние постройки заканчиваются, строители будут свободны. И я буду просто в АФК режиме докачивать вот эту вот звездочку. И тогда у нас картина поменяется и наконец-то я буду брать не 99%, а 3 звезды 100%. Ну, не знаю, обновится, конечно, процентовка на базе это или нет. Но в целом на КВ, как бы, если вот взять, да, ну нормально, как бы. Отлично, мы играем в КВшечки. Кстати говоря, залетайте в клан, у нас идет набор. Хотя до ЛВК, наверное, точнее перед ЛВК мы набирать не будем. Но если вы жесткий ТХ-16-15, то как бы можете подать заявочку. Мы даже закрутим вас в ЛВК. Но пока что у нас ситуация в клане очень шикарная. Я, кстати, давно не показывал этого. Возможно, даже, знаете, с Академом сделать, что ли, потому что я как создал клан, я так и не записывал там ничего, ни КВ, ни вообще ничего. А клан-то уже седьмой уровень, наш Академ, за два месяца. И сам это прикол, что там серия побед уже почти 20. Да, это жестко. Небольшая такая отсылочка. Но все же, друзья, как вы поняли по началу ролика, у нас сегодня мега фан-атака. Ну, не скажу, что в легендарной лиге. Блин, Титан, гребаный, надо было мне легу апать. Короче, сегодня у нас будет 20 ПЕК челлендж. Будем уносить ТХ-16 таким количеством ПЕКусов. Но я думаю, что это не пойдет. И, скорее всего, нужно пробивать секции для машин. Пу, для ПЕК. Поэтому я взял 8 трясов. И я думаю, что это будет еще интереснее. Вроде бы как я не просчитался. И у нас ровно 20 ПЕК. Но это чисто для галочки. Потому что вы должны понимать, что ничего ожидать годного от этого не стоит. Так как все-таки... Ну, блин. ПЕКа упирается в стену и все. У нас нет осадки, которая пробивает стену. У нас нету зелек. У нас нету юнита даже, которая пробивает стену. Поэтому это чисто галочка. Поэтому поехали. Выкидываем осадку, с которой выйдет сейчас 2 ПЕКи. И эти ПЕКи будут подчищать у нас 2 угла. Хотя на этой базе не сильно-то это и нужно. Но чисто для галочки. Как я и говорю, чисто для галочки. Вот так вот. БАМС. Целую пачку ПЕКусов закидали. Сейчас уже Орел активировался. Сюда пойдет вот это. Сюда вот это. Сюда вот это. Клоны. Клоны. Сразу БАМС. Сразу БАМС. Потом вот сюда БАМС. БАМС. И туда же закидываем. Знаете что? Закидываем колдунов. Ибо клон полностью у нас не реализует... А, мы не успели даже дореализовать. Понятно, понятно. Ну, предлагаю вам сделать вот такое вот прожатие. Как бы я считаю, что лучше прожать заранее. Нежели чем потом это прожатие использовать в никуда. Или попусту. Потому что... Ну, потому что как бы ПЕКа все-таки. Она такой юнит, знаете, который сейчас упрется в стену. И просто адский. Все высосут у этих ПЕК. И все. ГГшева будет полнейшая. Так. Яд я получается зря взял. Я брал яд на тот случай, если мы у соперника увидим с вами КК там, например. Или скелетов целая куча моря. Все же это ПЕКа. Ёлки-палки. Вы не забывайте. Я вам какой раз уже про это говорю. Это ПЕКа. Да. Монолит тут на прокачке стоит. И это нам упростило задачу. Но блин, это фанатака, слушайте. И я тут уже как бы в афиге немножечко, что мы добрались до трешечки. Оформить трешечку таким миксом это вообще успешный успех, я считаю. Но пока, конечно, к этому что-то нифига не идет. Ибо два дефа осталось, которые действительно мощные. Но и могут себя показать. Поэтому сейчас посмотрим. Получится ли? Ну, вообще, как бы картина показывает то, что все у нас идет успешно. Но, мало ли. Вдруг все-таки сейчас пойдет что-то не по плану. Королева упрется в забор. ПЕКа вот это вот не расправится с бомбежечками. Кстати, офигеть, он уже прокачал домик строительный. Даже я еще... А, ну ладно, один прокачал, окей. Один я только прокачал. Но у него тоже уже есть как бы... Слушайте, нормальную такую я прокачку сейчас забомбил. Просто фанатакой. В 20 ПЕК без пробития стен мы уничтожили данного соперника. Что за жесть сейчас была? Идеальная база для моей тактики. Самое главное нам сейчас пробить первую стеночку. Потом вторую стеночку. И потом третью стеночку. Все правильно. Так, ну тут, конечно, неправильно немножко использование. Но надо, чтобы прервать круг. Поэтому я так закидываю тряс. Сюда вот это закидываем. Ну и после этих всех действий закидаем вот так. Вот так. И целую пачку... Ой. Целую пачку. Алло. Целую пачку закидываем Пекусов, конечно же. Потом сюда же чемпионку. Ой, я забыл вот это вот заюзать. Так, ладно. Клончик один юзаем. Ну и в принципе, в принципе... Наверное, поражать машину надо бы, да? Ну, по-любому, как бы, мы сейчас максимально выгодно используем. То есть, сохраняем жизнь Пекам. Подхиливаем их немножечко. Пробиваемся к центру. И я забыл закинуть немножечко магов. Ну да ладно. Так. Что у нас есть по базе? По базе мы героев зафигачили. Либо же... Ну, хотя яд еще... Долго будет работать. По сути, как бы, мы правильно с вами заюзали, получается, все способности. Ну, просто я знаю, что такое поражать охрана. Если его юзать после взрыва ТХ там или еще когда-то, то потом это уже, ну, не помогает на ТХ-16, если ты изначально всех юнитов своих угробил. Правильно? Правильно. Поэтому как-то так. Так, мы с вами... Блин, уже глубоко так-то пробрались. Офигеть, как глубоко. Уже с КК даже вылезли Пеки. И тут у нас, смотрите, Пеки живее всех живых. Вот... Вот кого я атакую? Кстати говоря, сейчас даже русскоязычный игрок. Мне кажется, они просто в шоке. Вот реально. Давайте наспамим сейчас Хоков. То есть, раньше времени прожму чемпионку. Ну, просто нет смысла ждать, как бы, понимаете? Ну, просто понимаете? Вот реально. Просто 15 машин, елки-палки, бегающих по базе, просто разнесли всю базу. Я хочу еще раз такую же атаку провернуть, потому что 8 трясов мне нравится. Ну, кто-то скажет, наверняка лучше взять осадку, которая пробивает стены, и все. Но тут сама суть, как бы, то, что я с осадки, которая выпускает двух Пек, плюс еще в КК две Пеки. Поэтому, ну, можно бы экспериментировать. Но я что-то не хочу сегодня этим заниматься. Проще вот так вот трясиками, либо джампами. Точно. Возьму 8... Ой, 4 тряса и 1 джамп. И так будет намного проще. И массивнее. Супер-пупер-мега-контент. Я буду сам сносить свою же базу. Давайте попробуем. Я, честно, ничего не обещаю, но есть идейка одна небольшая, поэтому почему бы не попытаться хотя бы. Так, предлагаю вам вот сюда куда-то накинуть трясики. С этого угла мы будем нападать. По верхней части, например, вот отсюда мы закинем Казарму. Еще одну Пеку для почисточки. Сюда тоже две Пеки. Если что, вот эту базу не снесли уже 6 или 7 КВ у меня. Ну, потому что база сама по себе прикольная. И анти-спам, анти-корни, анти-десант. И все в этом духе. Поэтому сейчас что-нибудь с вами мы придумаем. Так, 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 так. Блин, забыл. Чуть-чуть тайминг проворонил. Ладно. Орел одну пушечку-плюшечку дал нас, да? Закидываем сюда колдунцов. Закидываем рейджика на заход. Яд у нас уже сошел. Клончик, клончик, клончик. Давайте куда-нибудь его приспособим. Я думаю, вот сюда. Опа. Шикарно, шикарно. Так, ну да, вот видите, то, что прожатие надо делать заранее. Ибо, ну, потом оно получается беспонтовым. Так как пеки погибают. Если вот кто-то меня не понял. Я вот про это вам говорил. То, что потом прожатие становится неэффективным. Так как пеки просто-напросто погибают. И все. То есть хил от хранителя не работает. Так, что я могу вам сказать, господа? Что я могу вам сказать? Я не знаю, что я могу сказать. Но прикольно получилось. Давайте наспамим, наверное, хогов, чтобы быстрее забрать швырятеля. Вот еще бы рикошетная пушка так не дудосила. По хогам было бы вообще прекрасно. Но у меня, слушайте, топ-перетоп прокачка. Как бы я считаю, что не забрать свою же базу это отличный результат. Отличная база. И крутой результат. Но тут пока что ситуация такая, что мы сейчас заберем орла. Это тот деф, который будет наносить у нас сильно по пекам. Хотя они уже почти погибли. То есть наноси, не наноси по ним урон. Без разницы. Ну и, блин, кстати, тут в КК сидело что-то. По-моему, шахтеры сидели, но они не сильно так... А, они, по-моему, сильно повлияли на пек, то, что они погибли, заразы. Да, это, конечно, не очень ситуация. Но бывает, что уж поделать. Эх, чуть-чуть не довалили, конечно. Да. Но, слушайте, я считаю, что если бы в центре у нас раньше было бы прожать, а даже не в центре, а в начале хранителя, то пек осталось бы в центре поболее, и результат был бы намного лучше. Но, блин, фул-перефул ТХ-16 атаковать просто соло пеками, это смешно. На самом деле, я специально на себе слил, чтобы вы думали, что у меня какая-то сверхмощная расстановка. Но, в принципе, я вот сижу в глобале, ищу соперника, и такого же мощного я найти просто не смогу. Ибо, я не знаю, люди какие-то странные пошли и прокачивают монолита и орла просто так. То есть, без волшебных предметов, без молотков там. Ну, вы поняли. То есть, это максимально странно прокачивать деф, который апается очень долго, просто своим ходом. Это же так долго. Я вообще не знаю, с какой планеты данные персонажи, но я бы таким никогда бы в своей жизни не занимался. Я бы лучше одно ЛВК один месяц подождал бы, нежели чем заниматься вот такой вот ерундистикой. Но это реально. Я бы, ну, не знаю. Это какие-то не стратеги, вот серьезно, люди. Так, по центру закидываем колдунцов. Одного оставим, пожалуй, пока что. И чуть-чуть давай вниз спустись. Ну, пожалуйста, храни... Ладно, я понял тебя. Он не спустится вниз 100%. Куда мы засосали? Куда мы присосались? Короче говоря, не спустится вниз у нас хранитель, поэтому я его заранее прожал, как бы вообще пофигу. Сейчас у нас самая главная задача это смотреть за адскими, чтобы они не присосались к какой-нибудь там, например, королевке, да? Или же к какому-нибудь кингу. Хотя и так уже, по сути, присосались. Ааа, прожатие прям под бомбёж... Блин, вот я не знаю, я как эту способность поставил, снаряжение на чемпионки, так сразу же в любом моменте грёбаные бомбёжки появляются на пути к хогам. Но это, капец, обидно, конечно. Так, сюда колдунца, сюда лука, и... королева, ну блин, королева, ну ты тормоз, что ли, вообще под приколом, королева. Ну ладно, хотя бы хоги молодцы. Кстати, снаряжение тут офигенно помогли. Так, ситуация какая у нас? Все бьют стену, пеки бьют стену, король бьёт стену, королева бьёт стену, маг не бьёт стену, потому что там мозг имеется, хотя мой мозг, я его направил туда. Так, по сути, если бы тут был бы орёл не на прокачке, я бы его всё равно корнём бы застанил бы и всё. Если монолит, я бы его зафрезил и забрал бы. То есть даже если бы что-то не стояло на прокачке, я бы всё равно этого соперника снёс, так как у меня есть прожатие королевы, две пеки, хран. Ну, прокачка решает однозначно. То есть даже такой фановый, можно сказать, атакой можно снести хороший ТХ 15-16. Да чё уж тут говорить, даже ТХ 14 иногда может снести ТХ 16. Скоро новый сезон, прилетят ресурсы, и хватит прокачать около 6 заборинок. Также в этом выпуске давайте подкачаем немножечко заборинок, потому что непорядок. В любом выпуске я прокачиваю хотя бы одну заборинку. Остаётся мне подкачать ещё 47, ну, можно сказать, уже 40. И скоро всё это будет бело-красным. Хотя, блин, не очень хотелось бы реально забор, похожий на ТХ 11 забор. Непорядок. Но зафулить хочется, чтобы всё было одного цвета, одного тона. В общем, друзья, напишите в комментарии, что думаете по поводу таких фан-атак. И что таким миксом даже получается делать трёхи. Вообще актуальны пеки или же нет? Просто за всё время игры КВ и ЛВК я ни от соперника, ни от сокланов не видел, чтобы хоть кто-то использовал пек. Хоть даже в обычном миксе. В общем-то, пишите в комментарии свои миксы, если вы их используете на ТХ 15-16. Мне будет интересно почитать. Ну, а на сегодня ролик заканчивается. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok